Продолжение следует... В 2004-м на замену дико устаревшим ОТ-64 «Скот» и БВП-1. Так как Польша не обладала собственными наработками в сфере бронемашин, решено было провести тендер среди потенциальных поставщиков. Соревновались финская «Патрия», австрийский «Пандур-2» и швейцарская «Пиранья». Победили, как можно догадаться, финны со своей модульной бронетележкой. Однако классический вариант «Патрии» весом 26 тонн полякам не понравился. Слишком тяжелый, и плавает недостаточно плавучий, и геркулесовые самолеты не перевозятся. В общем, тачка не алло, переделывайте давайте. Потому финны для заказчика ухудшили бронезащиту с 6-го уровня станок до 4-го. Чтобы вы понимали, 6-й уровень – это бронестойкость «Волбу» к 30-мм БПСам на дистанциях в 500 метров. А вот 4-й уровень – это всего лишь удержание фронтом машины 14,5-мм бронебоев с дистанцией более 200 метров. Согласитесь, какое сильное ухудшение бронезащиты. Также у девайса уменьшили объем баков, уменьшили ширину на 70 см, и выкинули нахер гидравлическую десантную аппарель в копе машины, поменяв ее на обычную двухстворчатую дверь. Блин, как звучит, а? Двухстворчатая дверь. Мне сразу вспоминается дедушкин шкаф с антресолью. И вроде у поляков требования правильные и сформулированные, но маленький скептик внутри меня намекает, что у Польши тупо не было денежек на дорогостоящее бронирование машин. Да и куда пшеком плавать-то надо? В Швецию? В Данию? В самой-то Польше кроме речек-водоемов толком нет? А плавать может и фулл-бронированная Патрия. То же самое и с авиаперевозкой. Нахрен полякам она не сдалась. Ладно, хорош ерничать, время попыриться на ТТХ машинке. Росомаха почти 8 метров длиной, 280 см в ширину и 3 метра в высоту. 12-литровый двигун позволяет гонять на этой сосиске под стоком ИЧ по асфальту. Ну а на плаву она выдает классические 10 км в час. В башне из керамики и броневого алюминия смонтирована 30-мм автопушка МК-44 Гушмастер 2, пулемет и дымовые гранаты. Естественно машина оборудована современными приборами наблюдения и наведения. Всего планируется поставить на вооружение около 1000 Росомах, из которых 500 с гаком уже в польских войсках. Машина выпускается на польских заводах и существует следующая версия пепелаца. С пулеметом, с автопушкой, с птурами спайк, со 105-мм или 120-мм орудием, со 120-мм минометом, машина химической разведки, машина инженерной разведки, машина для обучения водителей, медицинский транспорт. Как вы видите, спектр предлагаемых специализаций весьма широк, а благодаря модульности конструкции машина легко точится под нужные условия. Ну и какой же она будет в АВ? Об этом разработчики как всегда блестяще умолчали. Красавчики чё, поманили конфеты и сообщили о ней не х**, информативненько. Придется мне опять расчехлять свой вангомет и пытаться угадать, что же она будет представлять из себя в игре. С вводом в игру поляков мы впервые получим полноценную пушечную ББМ на платформе бронетранспортера. Это налагает на машину очень серьезное ограничение, так как корпуса у броников гигантские даже по сравнению с БМП-3 и Брэдликом. Также непонятно, что у новых ББМок будет с маскировкой. Резюмируя эти мысли, вырисовывается нечто весьма подвижное и маневренное, с очень злой пушкой, большим обзором и ХП, но со слабой броней и средненькой маскировкой. Впрочем, КБ незначительных повреждений может натянуть на глобус любую характеристику любой машины. А вы как себе видите будущий облик росомахов в игре? На этом все, спасибо за внимание, подписан, лайк, дизлайк, там увожу 500 рублей и друга Колю, да, даже 500 рублей, а не 500 друзей. Это все как обычно на вашей совести. Надеюсь вам было интересно и приходите еще. Пока!